Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание святого апостола Павла к Ефесяну. 5 глава, 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Вот это лозунг. Написайте дома и будь осторожен во всем. Я хочу именно эту тему сегодня затронуть, потому что гибнет людей очень много по неосторожности. Не там дорогу переходил, не туда погоднул. На дорогу гибнет. Речь идет о десятках тысяч людей. Ребенка оставляет одного и сегодня показывает, как дети теряются. Я вижу объявление возле милиции. Потерялся ребенок. Я решил зайти. Были знакомые милиционеры. А то неужели 5 человек потерялись уже? Это маленькая часть того. В одной Москве уже 7 тысяч потеряли. Почему? Оставляет одного. Мне приходилось разговаривать с такой матерью. И она говорит, я его выпустила только на одну минуту буквально. Сама сейчас не успела что-то надеть. Вышла и его уже нету. И вот 7 лет его нету. Где он Бог? И она мне предъявляет требования. Я при чем здесь? Почему ты оставил его? Три минуты он бы дома посидел. Решили на детской площадке, где играют дети, опыт провести. Подходит человек и все это снимается. Говорит, что это? А тебе щенка надо? Ребенок сразу соглашается. Дальше увел. На это потребовало 2 минуты. Второго, третьего. И только один ребенок сразу закрещал и побежал домой. Его научили. Если тебя куда-то зовут, крещи и беги домой. Вот опыт показал. Гибнет почти 80%. Кто к кому подойдет? Куда пошел? Бог. Его уже сколько? Объявляют уже. Седьмой ребенок потерялся вот в этом районе городском. И исчезает. Ладно, нашли два трупа. А остальных вообще найти не могут. Нас Бог предупреждает о царстве вечном, чтобы нам не потерять. Мы сейчас посмотрим, как об этом говорит нам Священное Писание. Это мы говорим Священное Писание. Но когда написал это письмо Павел Кремлиным, это не было Писанием. У нас написано послание. А в других языках перевод дается. Бриф. Вестерли. То есть письмо. Это обыкновенное письмо. Тайно принесли. Тайно просчитали. Где-то потеряли. Вот он пишет. Солуня этим. Колостян он говорит. Когда ладикия получила, вам дадут. Вы это дайте и посчитайте. А нигде послания к ладикистам нет. Оно утеряное. В Библии упоминается больше десяти книг. Упоминается. А их нигде нет. То есть золотом он говорит. Не испытывай. По небрежности евреи потеряли их. А бывало так, что охотились за ними. И вместе с авторами уничтожали. Кто писал. Это житие Святого Севастьяна мы знаем. Итак. Еще раз прочитаем. Итак, смотрите. Поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Значит неразумные. А там написано. Кто отвергает. Неразумные люди только отвергают мудрость. Мы говорим сейчас о душе. Как душу не погубить. Вот у нас одни законы. А рядом Афганистан совершенно другие законы. Вот она разошлась и ушла и вышла замуж. А он теперь примирился с ней. Назад он может ее принять. Если только она не выходила замуж. У русских такой закон. Где это? Иеремия говорит. Иначе не осквернилась ты бы вся земля. А у мусульман другая. Она ушла. Ну хоть на одну ночь с чьей-то женой будь. Зафиксируйся. А потом я тебя приму обратно. То есть у нас совершенно противоположное. И так в Священном Писании. У нас написано. Что если смотрят с вожделением. Но я не имею возможности достигнуть ее. Уже в сердце. А у них там четвертая сура, третий аят. Описано четыре жены. У нас даже за разврат не считается. Это безумие какое-то. И это все. Главное, чтобы у него не было пять. И один говорит. Уже двухсотую свадьбу справляет. Он закон ни разу не нарушил. Он берет пятую, а четвертую выгнал. Я говорю вам для того, чтобы вы знали. Когда мы коснемся этой темы. И придется быть в других местах. Будьте осторожны. Вы знаете, какое путешествие мы предпринем миссионерское. Из Барнаула доехали до Владивостока. В Тихом океане искупалась собака. Дошли Португалия, Скандинавия, Прибалтика. Везде разные народы. И везде опасность. Мы трое. И с собой. Ученая собака. Чемпион России. И мы ложась спать ее выставляли всюду. Везде. Закол какой-то привязали. А она сразу подала голос. И мы успели проснуться. И только в муссурийском крае я ее брал с собой. Почему? Там тигры. Тигр 330 килограмм. А собака 30. И поэтому она была со мной. То есть мы должны быть везде очень осторожны. Сейчас мы посмотрим, как это мучает нас Священное Писание. Впервые говорит. Левитам. 22 глава 2 стих. Как вести себя в храме. Как быть осторожным. Посмотрите. У нас горят свечи. Чисто восковые. У нас в уставе это написано. Вы в любой храм зайдите сегодня в патриархиве. Свечи зеленые, красные. Это химия все. Что там на толку? На катаракта глаз. У нас чисто восковое. Батюшка покупает большие такие круги. Воск прямо спасите. И как устав. Чтоб догорело и сама погаса. У нас никто не имеет право ее тушить. Если сегодня потушите такое, в следующий раз зажжете. Зажжете здесь так. А почему написано все сожжения? Да это внешнее. От внешнего зависит внутреннее. Вот мы ездили тут в районный центр. Я ни одной не видел. Ни женщины, ни девушки. В платке, в юбке видел несколько раз. Платка нету. А почему? Ну вот человек говорит, какая разница? Сегодня тепло. Нет. Разница очень большая, говорит Иоанн Златоуст. Это означает, что ты не молишься. Молиться с непокрытой головой и бесчестье в свою голову. Никто не молится. Это действительно так. Сегтанты это вообще не понимают. Если это говорится для нас, то надо это говорить. Я не могу этому учить. Мне приходилось своих людей встречать в городе без платка. А почему ты без платка? Она не может как сказать. Живет на квартире у верующих. Но выскочил на улице. Это дух мира. Ну что особенного? А мусульманин так не учат. И она рассказывает. У тебя пошла по воду. А щелок сполз маленько. Отец говорит. Самир, ты на день как следует. Ну что у тебя горилась нога? Она будет гореть у тебя в воду. Это место голое. Вот как он учит. Я как сразу надернула и тогда побежала. И когда показывают, когда приходят от мусульман в православие и делаются священниками, то это что-то. Фотографируют всех. Ей там где-то лет 13. Она сидит на какой-то машинке шьет. У нас спроси, кем хочешь быть? Артисткой. Ну и назовет артистку популярную где-то. Если мальчик, обязательно космонавтом он будет. А она нет. Кем ты хочешь быть? Хорошей женой. И поэтому мама меня всему улучшит. Разводов ноль. Ни одного. У нас разводов в России сегодня, в настоящее время, на 100 разводов 84,5%. То есть тысячи человек помечались, а 845 развернутся первые 4 года. Дети кем будут воспитываться? Остерегайте и знакомиться. Где-то работает, одна ночью идет. Обдумайте, надо ли девушку одну отпускать. Потому что столько всего теряется. Но она по-хорошему. Слушайте внимательно. Послание Якова, 4 глава, 4 стих. Дружба с миром есть вражда против Бога. Как Богу? Я молюсь. Я причащаюсь. Вражда. Она ногти какие-то настроила. Я ей говорю, ты корову-то поднять уже не сможешь. И где-то тебе надо коснуться леса, глаза себе. А такие вот ногти. Ну, учились наращивать их. Ну, немножко бурое подправить, ресницы наклеить. Это все мир. Это вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, Яков повторяет, тот становится врагом Богу. То есть ты взял что-то и пошел на распятие Христа. Будьте очень осторожны. Мир сходит, чтобы сюда вход не имело. У нас написано, в деревне нельзя курить. Никто не нарушал. А когда приехал спецназ, курят. Возле меня были, ни один не курил. Здесь надо было подойти, сказать и прочее. Чтобы они знали, есть такое селение, где мы с миром. И дальше объяснить. Мы верующие. Верующие называются святыми по благодати Божией избранными. Левит 22.2. Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святыми, со святынями сынов Израилевых. И не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Я Господь. Вот кажется, все понятно, а дальше-то не понятно. Люди вообще не понимают, где сходить. А Писание говорит, возьми с тобой лопатку и загрой. Почему? Гигиена нет такого слова. Говорит, ибо посреди тебя ходит Господь. Понимаете, на каком уровне? Мы всюду Господа видим. Даже пошел куда-то, чтобы ничего не было противного этому. И в храме точно так же. Я сказал о чем. Чисто восковые свечи. Мы это в устав внесли. В устав сенот одобрил. Там вообще за рубежной церкви. И у нас за 30 лет ни одного огарка нету. В церкви тушат на такие вот. А по чьей то есть и больше. Я гляжу кули в мешок, это где-то килограмм 70, стоят подряд. А они огарки переплавляют. Хоть маленько где-то что-то взять. Мы уже говорили на эту тему. Как трудно сегодня человеку в православии получить истинное крещение. Крещения то нету. Показывает. Священник говорит. Крещение это означает троекратное погружение. Ребенка держит так. Одетый ребенок. Ноги здесь. И кто крестит? Патриарх сегодняшний. Ладошкой на голову. А это крещение нет. Самое главное в крещении что? Об этом говорит и катехизис. И у него с собой маленькая книжечка. Там написано троекратное полное погружение в воду. И до этого надо с человеком заниматься. Не выгадывать. Патриарх Алексеев сказал. Хотя бы три беседы провести надо. Прошел вот полтора года. Девяносто восемь процентов меня не слышит. Говорит патриарх Алексеев. А зачем три? Одной достаточно. Ну одну тут хоть... Сейчас, блин. Зачем? Пять минут достаточно. Ну если человек пойдет в школу. И только пять минут всего будет. И это все. Десятый класс закончится. А кто он такой? Да, по названию номинальный православный. А на самом деле позор. Почему установка была? Трех до пяти лет. Подготовка оглашенного. Оглашенный изведите. А никто и не думает выходить. Я говорю. А почему эти слова выкинули? Да все равно не выполняют. А у вас выполняют. У нас выполняют. Вот когда оглашенный изведите, перед крещением приезжали. Смотрите. До двадцати человек вышло. Которые приехали. Которые готовятся. Сегодня начинают люди задумываться. Почему? Идет работа. Многие уже это понимают. Пишут. Поступает много об этом заявлении. А ты как? Остерегайся. Не пристань тем, которые делают наоборот. У Серахов, которого в книге нету. 13.16 говорится. Будь осторожен и весьма внимателен. Ибо ты ходишь с падением твоим. У нас тут канонических, не канонических их нету. Я вам говорю. Серахов. 13.18. Падение. А как упасть? Подскользнулся. Не так сделал. Не в том месте включил. Машина тронулась и задавила. Я встречался. Куда? А ребенок играл там под колесом где-то. Если священник, сам снимается. Никогда уже не будет священником. Будьте очень осторожны, имеющие транспорт. Уходя из дома, будьте осторожны. Прихожу. Сколько раз уже вас захватывало. Даже палочку не поставить. Ну ведро пустое перед дверью поставь. Ну видно, что нет никого. Нет. Все открыто. А пошел вокруг, покрещал. Нету. Даже храм. Слава Богу, сегодня хоть на замок был. Один раз пришел пораньше. Замка нету. Подошел. Эта дверь не закрыта. Накроет это вас беспечность. Слово осторожно. Осерегайся. Сегодня перед нами в полный рост может встать. Книга Тавит 4.14. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих. И будь бдителен в поведении твоем. Это умирающий отец, отходя из жизни, наказывает сыну. Итак, Судий. 13 глава, с 13 по 14 стих. Судий книгу, не знаю кто написал, авторца как будто неизвестно. Но оно Священное Писание. 13 глава, 13 и 14 стих. Ангел Господень сказал Маною, пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. Это ангел пришел, и Маною в отцу говорит, у тебя родится сын Самсон, и чтобы он это не баловался этим. Поставьте все за правило, гости приезжают или кто-то, вино никогда на стол не ставьте. Не надо. А что грех? Не грех. Даже по уставу положено. Слишком много пьяниц. И начиналось как наркотики. Один, первый укол. Ну сделай, попробуй. А дальше уже не вылезти из этого. Никак обойдемся без этого. Ни брашки, ничего не надо. Отставьте это. Здоровье наше Бог дает. Вторая царств, 20 глава, 9 и 10 стих. И он так выдержал, и Бог дал ему силу. И сказал Иоав Амисаю, здоров ли ты, брат мой? И взял Иоав правую рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава. И тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. А почему так случилось? Это евреи и евреи убивают. И Иоав это министр обороны. А было, что у Иоава брат, и он гнался за этим. Он говорит, отца за меня гнали, а то я поражу тебя. И он ему припомнил, ты брата моего убил. За бороду взял левой рукой, а правой ударил в живот. Будь осторожен. Если у тебя отношения с кем-то натянуты, постарайся осторожен быть. Потому что сам не знаешь, что будет. Считаем житье Венедикта. Монахи озлились на него. Достали в городе яд и заложили в прошлом. Это монахи. Ну дальше пишется, что ворон прилетел, утащил в пустыню. Ну это уже, как они проверили, но факт тот. Если где-то опасность, и на работе дни рождения, давайте все сложимся, а потом у тебя день рождения придет. Не участвуйте в этом. Мы день рождения не празднуем. Все, отошел, вставай день. Хорошие отношения, они будут еще лучше, когда с Богом. Не надо. Тебе купят как что-то, ты никогда деньги свои не возвратишь, а потом тебе эта вещь не нужна даже. 22 глава, 22 и 24 стихи. Ибо я хранил пути Господа, и не был нечестивым перед Богом моим. И был непорочным перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. 22 и 24 стихи. Быть осторожным. Почему? Как бы не согрешить. Вот я примеры рассказываю из нашей жизни здесь. Здесь был разъезд, и здесь большие склады были с зерном. Это неприкосновенный запас на случай войны. Ну а потом, когда чистят следующие урожаи, там возят. Ну а тогда и хорошие зерна. И по домам ездили здесь. И кто-то покупал. Отец наш был очень осторожен. Почему наша мать не купила? Я знаю, она могла купить. Потому что дешево. И зерно нужно. Буквально на следующий день приехала милиция. И у кого что было с прошлого года, может быть там тонло зерна, выгребали все, кто купил. У нас не было. Заехали, а ничего нет. Мать не взяла. Отец удивился до того. Приготовился все отдать. Ты сначала разбери, что там продать. И дешево. У нас было такое в деревне. Ездили наши жители. Уже вот в этой потерянке. И на поле, и покупать зерно. Дешевле. Почему? Ворованное. Это не его. Комбайнер он только косит. Молотит. Но это не его зерно. Мало того, приехали тут сварочный аппарат. И сразу уже знают, кто берет. В эти дома сразу заходят. Ворованное. Не прикасайся. Ты видишь вора и сходишься с ним. Ты видишь пролюбодея, сообщаешься. И ты подумаешь, что я такой же, как ты. Псалом 72. Видит Господь и знает. Не сообщайся с ним. Если у тебя такое сообщество, которое только злословит. Которое, говорит, совершенно негодное. Отойди от него. Найди такое общество, которое тебе путь проложит. Старство Небесное. 4 ст. 17-15. Мы видим, как люди не остереглись и что их постигло. 17-15. 4 ст. И презирали уставы его и заветы его, которые он заключил с отцами их и откровения его. Какими он предостерегал их. И пошли вслед суеты и осуетились. И вслед народов окрестных. О которых Господь заповедовал им. Чтобы не поступали так, как они. Ты должен знать, как они поступают. Что они там продают. Зачем. А я хочу покушать. Какое-то там блюдо. Ну, воздержись. Ты не знаешь, что там есть для тебя. Почему человек едет зарабатывать на север. Там большие деньги дают. А потом я отдохну на курорт. Вот это перепад на другое обрывает жизнь. Вот. Нам самые хорошие продукты. Это те, которые на огороде на нашем растут. Вот. Там. Ищут апельсины. Ну, покушать еще что. Но это не наша пища. И организм твой настроен на то больше. Будь осторожен в еде. Языки. Псалом 17.24. Давид неоднократно об этом говорит. У него было много врагов. И благодаря осторожности он избегал. Псалом 17.24. 17.24. Я был непорочен пред ними. Я серегался, чтобы не согрешить мне. Видите, как просто. Береги себя. Особенно дети, которые подрастают. С кем они встречаются? Особенно берегите их в этом, как называют, переходном возрасте. Они еще не знают. Ну, маленький ребенок не знают. Надо раза два упасть. Тогда он поймет, что. И здесь берегите. Говорите Писание. Я все рассказываю. Я однажды в школу отправил ученика. Приехала какая-то баптистская семья. Пятый класс. Еще он знает. А он знает Писание. По-своему, конечно. Он не толкует. И уже начал записки давать. Учительница ничего не может сделать. Какая причина? Христос умер за нас. А люди не знают. Если мы им не скажем, мы как убийцы. Вот как. Убийцы убивают только тело, говорит Златоус. А кто не учит детей своих к христианству, является убийцей души. Решает жизни вечной. Это вот надо взять себе и потерять. И как за детьми наблюдают все, где они, чем занимаются. Не так, что родители не видят, а они тут будут. Нет. Ты подойди и скажи ему. Матфея. 10 глав, 17 стих. Переходим в Новый Завет. Остерегайтесь же людей. Ибо они будут отдавать вас в судилище и в синагогах своих будут бить вас. Остерегайтесь. А как я могу остерегаться, если не знаю? А ты смотри, читай, приглядывайся. У верующих все другое. И одеяние другое. И как он разговаривает. Какие слова. Вот человек, который читает Евангелие, он обращает на все внимание. В Первую мировую попало много в плен в Германию. А они там... Литеранство. Секта разная. И они вернулись оттуда. Евангелие уже читают. И они оттуда приехали и говорят. Кто верующий у вас в деревне-то? Ну, Мельник. А Мельник открыли там Машу. Я говорю, пошел. Думаю, познакомимся. Будем Евангелие читать. Подходит. А там гуси подошли. Он выскочил оттуда. Он начал говорить. Ну, ты, якорь, тебе Макар. Я говорю, повернулся и пошел. Пустые слова. Какой Макар? Это по... Ну, пословицу, как говорится. Или что-то там такое. И этот человек, который вам кричитает, развернулся и говорит. И пошел домой. Я понял. Я разговаривать с ним не буду. С ним надо разговаривать другим сильным. А я сам слабый. Нужно, чтобы со мной говорили по Писанию. Чтобы я благоговел. Когда мы знаем и ищем это, Бог обязательно нам даст. Я многие истории мог бы сказать по родному Бойке. Как он в плену был. И встретил грязную бумажку. И там кто-то още наш написал. И он там обратился в плену. А когда вернулся, на весь мир стал известен. Римлянам 16, 17, 18. Остерегайтесь людей. Итак. Римлянам 16, 17, 18. Умоляю вас, братья, стерегайтесь производящих разделений и соблазнов, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обращают сердца простодушно. Ласкательством, красноречием, все равно свою сторону тянут. Серахов говорит так. Если ты поднял руку на товарища, там ударил его, возможно примирение. Но если ты открыл тайм, который не знает, не гонись. Уже никогда друзьями не будешь. Будьте очень осторожны. Нас предупреждают великие мужи. Священное Писание Библии. Тайно где-то услышал что-то. Ты не знаешь толком, так это или не так. Промолчи. Но если еще умышно, чтобы причинить зло, тут канон, анафема. Считаем. Второе. Коринфян 8.20. Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии и приношении, уверяемых нашему служению. То есть собирали деньги, средства и отправляли в Иерусалим, где голод был. И остерегаясь. Как? Эти деньги. А какой отчет? И Павел очень опасался, чтобы авторитет не был подорван. Я должен дать отчет. На что есть? Вот помогают. Мне приходилось в Америке быть. И там сбор был сделан. Ну, вас люди начинают. А на что конкретно будет? Я сказал, вот то и то, в первую очередь инструмента нет. Приезжают, ничего нет где-то. И все. А то, что мы собрали, людям дать. А нам они уже доверяли. Потому что кто приезжал, Орлов, он стал митрополитом. Исайя 8.20. Смотрите, как в окно. Сколько раз я говорил, свет не зажигайте, пока шторки наглухо не закроете. Приучитесь к этому. Дверь открытую не оставляйте. Дома, если никого нету, накинь крючок. Ты можешь через дверь поговорить, узнать, кто пришел. Подойди к окну, я посмотрю. Это нас еще не коснулось. Потому что сколько погибло людей из-за того, что были невдительны за своим жилищем. Вечером, не включая свет, пока шторки не будут закрыты. Плотно. Плотно, чтобы ни с какой стороны не было видно. Поверьте мне, все люди, которые не делали это, они не знают, какой опасности подвергались. Я уже рассказывал о том, как семейство. Пять человек утром все мертвые. Проходит день, в другом конце города опять. Человек все мертвые, все разбитые. И разбиты каким-то предметом. Столько погибло людей. И только вызвали воинские части. Везде выстрелили охрану и поймали его наконец-то. Я говорю, а как вы узнали? Шторки открыты? Зал и взял в окно. Кирпичом убивал, видел где хозяин спит. А дальше расправлялся со всеми. Мне достаточно было просчитать газету «Упырь» «Упырь» называется. Чтобы никогда уже нигде не делал так. Приехал к одним юной девицам. Говорю, что тебя не открыла, а еще не оделась. А чего ты так? Шторка не закрыта. Да никого там нету. А там идут коридоры, там другие люди. Я вышел, там ребята стоят и смотрят. Да никого никогда не было. Не надо. Ты закрывай всегда. Не так, что до окна они застыли. Шторка тебя закрывает. А ты растаял, ты даже не видела. Мне один раз подоткнули так. Смотри, берегись. Не открывай, кому попало. Берут интервью майор милиции. Он говорит, у меня цепочка еще дополнительная. Я никогда в глазок посмотрю, расспрашу. Он, зная, какие люди, он не открывает. А тут одна дома и открывает всем. И она рассказывает мне теперь. Ей было лет 7 оставили. Девочка, ты одна дома? Одна. Открой, а тут гостиниц принес. Я начал открывать, кто-то как ударил мне по руке. Я говорит, отлетела в сторону. Один мужчина, одна девочка. Что дальше будет? Почему же вы их не учитесь? Мы постоянно в лагере говорили, ни с кем не разговаривать. Ни с одним. В 45 лет я директор был. И ни один ребенок не потерялся, не похитили, ничего. А были люди, которые чужие? Да, были. Совершенно чужие. В маленьких и здесь за деревьями. Стоит за деревьями, смотрит. Ну, проводили его. Далее считаю. И ставим 8-20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Остерегайтесь душу набивать ненужной информации, если она тебе не нужна. Не любопытяще. Да, интересная фильм, многосерийная. Бывает и польза есть. Но не всегда. Если сравнивать со священным писанием, есть это или нет. Ты посмотри, какой стих писание подтвердит, что ты не зря время тратил. А время-то идет. Если сейчас забываешь, дальше еще хуже будет. Сейчас ты не можешь считать писание, а потом глаза совсем не будут смотреть. А заботься о себе как следует. Если там нет света, еще раз. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Говорят не по писанию. Не с чем сравнить. А что надо сравнить, мы посмотрим еще раз. Притча Соломона 28-9. Вот этот стих, я говорю, запомните его. Хорошо бы написать. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Какая молитва, не говорится. Какая. То есть любая молитва. Отклоняет ухо. Да мне не надо Библию. Кто там? Бабтицы с ней возятся. Все. Уже все у тебя закончилось. Молитва не идет к Богу. Ты не знаешь о чем молиться и как молиться. Еще раз посчитай. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Даже православие сплошное. Сектантам это не скажешь. Они проповедуют. Они молятся и проповедуют. Вы знаете, Бог требует, говорит, десятину. По времени, по всему. Я нашел, что Господь требует из богослужения десятину. Вот у нас два часа сто двадцать минут. Допустим. Суббота вешеное. Сто двадцать. Десятая час двенадцать. Двенадцать минут. Это десятина. Десятина. А основное проповедь. Вот так было. Апостол Павел не моление, не литургию вечером, а продолжил рассказывать, как Господь благословил. Когда их тихие ухо с окна. С третьего жилья. С третьего этажа. Вот как. Да у нас не будет. Я просто говорю. Теория. Ну а можно как-то. Ну вот если он хоть одно слово пропустит, то еще и беда какая ему. Пришли как там это на крещение и батюшка забыл на рукавнике. Он одет и все. Но на рукавнике. Они вот такие коротенькие. Все. Остановилось. Побежал. Человек сюда принес. А если священник в течение года ни одной проповеди не сказал, ни на душа не обратилась. Никто не спросит. Но если больного батюшка вовремя не причастит, он умрет. Его могут запретить в служении даже сад снять. Нигде этого нету. Писали, что от причастия зависело мое спасение. Нет этого. Это секта причастников. Вот причастие не даст священник. Он только на тебя обиделся. Все. Я тебе не причащу, если ты то и то будешь делать. Ну там. Где-то идти, свидетельствовать. У нас тут недавно на душа обратилась звать Ирина. Помолитесь. Его буквально добивают. Миссионерские отделы. Архиерея затребовала. Священника запросили. Он говорит. Она крещение у меня приняла. Она была мощеная, видимо. И теперь допрашивает. Морятся все. Спаси эту Ирину, Господи. Навалились. Не чужие. Свои. Почему? Они Бога не знают. И гоняются друг за другом. Так. Второе законе. 4. 1. 2. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, который я вам заповедую. Не прибавлять. Ну говорят, а прибавлять и убавлять, как кажется. Убавлять это неизвестно. А прибавлять, по крайней мере, еще закон. Ты знаешь, ну как у нас православных, у нас все прибавка. Вот сейчас человек, который выходит из храма, к нему подходит. Я знаю, что Бог есть, будет суд, но я грешница. Как спастись? Ну как? Крещеный нет? Да что-то мама говорила, но я не знаю как. Ну все, ладно, ладно. А теперь исповедуйся и чаще причащайся. Хорошо бы в крестный ход сходить. А еще лучше в Иерусалиме побыть. И вот зимой крещение, купаются, ныряют. Это не крещение. Как крещение? Не крещение. Я три раза окунулся. Люди вообще ничего не знают. Это никакого отношения не имеет ни к здоровью, ни к чему. А только к болящикам. Об этом епископ и птихи хороший материал выставлял всегда. Но это язычество. И далее считаем. Иван, тут же второзаконие, 12 глава. После 12 цифра какая? Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляя к тому и не убавляя к тому. Так, повторно, повторяя. Теперь, откровение, 22 глава. В самом конце. Заканчивается Библия. Закрывается. И еще Господь отговорит нам. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Язвы, болезни, внутренние, внешние, тело будет разрываться. А если кто отнимет что от слов книги пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и Святом Граде и в том, что написано в книге сей. И говорит, а что страшнее? Страшнее, конечно, отнять. Он не знает. А то сектанты 11 книг убросили. А православие это лепит и лепит. Дальше конца никакого нет. Да, мы знаем Златоуст. Знаем Василия Великого, святых отцов. Но они растолковывают, чтобы мы понимали правильно. Вот женщина красится, а для чего, не знает. Я один раз прям врага нажил. Она журналистка сидит, я говорю, а зачем она красилась-то? А что я особо сделала? Она ничего не сделала особо. Она просто там подсурмила, в черном брове там допроса. Я говорю, знаете, что Златоуст сказал? И что он сказал? Он сказал, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. Пусть муж любуется тобою. А более еще четче выразился и прям серен. Женщина красит себя для того, чтобы завлечь чужого самса. Все. Так она на меня обидела. Да я... Вы мне знаете, я же... Мне зачем знать? Ты накрашен. Я же тебе подсказал. И вот так вот, если бы не говорить, прошел мимо их. Все друзья. Есть мященники любвисты. Он никогда не скажет, что не так. Его все любят. Я Бога не знал, а сейчас она какая была, такая и осталась. Он приучил тебя Библию читать? Библию. Я и не слышал. Его любят все. У него столько людей пришло к Богу. К какому Богу они пришли? Ну вот представьте. Крестят в это время людей. Меняется иногда имя. И вот один человек и говорит. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. И как его это назвал? Змеи по рождению ехидны. Вот это да. Не разговаривал ни с кем. Кто это сказал? Из рожденных женами самый великий человек. Иоанн Креститель. По нашему Ивану Захаровичу сказали. Ну а почему так? Он видел по лицу, по всему. Какое у него деревянное лицо. Как у него мышцы. Как глаза смотрят. Он видел и понимал. Бог открывает. Не надо, чтобы он рассказывал о себе. Вот Нифонт. Живут с товарищем. Где они там живут? Двое. И он приходит однажды. Товарищ отшатнулся. Что с тобой, Нифонт? Ты черный, как уголь. Да какой я? Подошел в зеркало ты сам. Это я. Что случилось? Грех. Грех тебя таким сделал. И случилось, когда жена варит. Жена хорошая, видимо, была. Стрекуха. И вот из воды оттуда кипит. Всплывает кисть человеческая. Дальше. Счастье человеческого тела. И он ничего больше не придумал, как разделся и ушел в болото, лег и только через три дня вернулся. И стал святым. Господь показывает, кто ты. И вот святым в другой раз вообще никто ничего не говорил, они знали. Бог открывал. А нужно ли это? Бог знает, нужно или не нужно. Я говорю. Второе Петра 3, 15-16. Я беру Новый Завет. Это Священное Писание. Это было письмо, но стало теперь незыблемой истиной. И долготерпением Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему при мудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и не утвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Он упоминает послание Павла, непонятно, они это начинают толковать, и в собственной погибели все истолковали. Это Петр дает характеристику брату Павлу. И что из этого получилось? 1 Тимопея 4, 16. Это можно наизусть научить. Вникай в себя и учения, занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Я говорю не случайно об этом. Потому что время, которое у нас сейчас, я по-другому не могу назвать как золотое время. И Библия, и храм открыт, и священник есть. Это быстро все уходит. А если не приучили Словом Божьим заниматься, его никогда уже не будет. Ну поставьте без зад за правила. Дома помолились, утренняя молитва. Обязательно, чтобы все были на молитве. Ну не считая там, в люльке лежит кто-то. И обязательно прочитайте места Писания. Да с толкованием еще. Блаженна Пифилах. И оно накапливается такой багаж и опыт. Будьте осторожны со временем. Оно возвращается очень-очень редко. И то только может быть где-то. Говорит, время, деньги? Нет. Деньги можно найти. Можно пора заработать. Время никак, оно уходит и навсегда. И если истинное расконяние было, тогда Господь такое же тебе время отдаст. И только ты будешь уже с Писанием и говорить другим. Поставь мне задачу. Ни дня не буду жить, если не открою Святую Библию. Буду очень осторожен. Тебе Боже слава. Во веки веку. Аминь.